Здравствуйте, уважаемые ребята! Сегодня мы с вами разберем, порешаем задачи, которые относятся к теме полимеры. Потому что, ну, хотя мы с вами говорим о базовом курсе химии, но есть, скажем так, задачи, есть вопросы, в которых должен разбираться практически любой грамотный человек. Вот. Ну и сегодня мы с вами... И, кроме того, это будет хорошим повторением курса органической химии. Значит, первое задание, которое мы с вами разберем, обратите внимание, при нагревании полистирола без доступа воздуха он разлагается, превращаясь в жидкость, которая обесцвечивает бромную воду и раствор перманганата калия. Нужно назвать эту жидкость, продукт ее бромирования, написать уравнение реакции. Ну что ж, что касается полимеров, с ними на самом деле все просто. Поскольку речь идет о полистироле, значит, вполне логично предположить, что он разлагается при определенных условиях, не как происходит при процессе горения до углекислого газа и прочего, и прочих газов и воды, а просто превращается, по сути своей, в то вещество, да, исходное, из которого он был образован. То есть название подсказывает, полистирол у нас может разлагаться до стирола. И действительно это так. При нагревании, при определенной температуре полистирол опять превращается в стирол. То есть мы с вами помним, что макромолекула характеризуется степенью полимеризации, значит, соответственно, из макромолекулы, да, образуется n-ное количество молекул, их количество будет равно степени полимеризации вот этого вот полимера. Значит, формула стирола, напоминаю, структурную формулу стирола, если кто-нибудь, кто-то из вас подзабыл. Ну и с вами пишем реакцию бронирования. Мы помним, что все вот у углеводородов циклических, да, у которых есть радикалы углеводородные, значит, есть реакция, которая протекает по этим углеводородным радикалам. Значит, здесь у нас будет, соответственно, протекать при бронировании образование бронопроизводной, причем реакция пойдет по двойной связи, и в результате у нас образуется 1,2-дибром-этилбензол. То есть у нас был с вами этилбензол, теперь образуется дибром-этилбензол. То есть здесь в этой реакции нет ничего сложного, мы с вами просто ее вспоминаем. Ну и раз уж речь шла о том, что стирол способен, обесцвечивает пермангана от калия, ну, строго говоря, от нас этой реакции не требовалось. Она просто является подтверждением того, структуры мономера, да, которая образуется при разложении полистирола, то есть подтверждением того, что у нас, собственно говоря, за углеводород. Но я решила ее написать. Поскольку речь не идет об условиях, не оговаривается, в каких условиях происходит обесцвечивание пермангана от калия, то мы с вами, я точнее просто для примера взяла в водной среде. Может быть, процесс протекать еще в кислой среде, там будет реакция идти по-другому. Ну, а в водной среде у нас, собственно, образуется просто спирт. То есть у нас идет присоединение гидроксидов ионов. Ну, в общем-то, вот мы с вами и ответили на этот вопрос. И второе задание. При полном разложении образца пластмассы у нас было полистирол, опять же, было получено определенное количество стирола. Нужно определить массовую долю полистирола в образце. Мы с вами помним, что в органической химии, когда вот решали мы задачи, очень часто речь идет о том, что основного компонента в образце присутствует, ну, есть, точнее, в образце присутствует определенное количество примесей. То есть в полистироле может быть какое-то определенное количество примесей. Мы говорим ведь о техническом материале. Поэтому здесь речь идет о том, что у нас, нам известно, содержание чистого стирола, да, в этой пластмассе. Значит, реакция, поскольку от нас здесь не требуется показывать протекание реакции так очень подробно, поэтому мы можем использовать формулу в молекулярном виде, то есть не расписывать ее с помощью формулы Кекули, просто написать эту реакцию вот в таком варианте, в молекулярном варианте. Значит, формула полистирола в молекулярном виде, С8H8, да, степень полимеризации, мы не знаем. Значит, при разложении у нас образуется стирол, N количество молекул. А дальше мы с вами просто анализируем то, что мы с вами знаем. Мы видим, что из одного, ну, будем говорить так условно, из одного моля полистирола у нас может образоваться N-моль стирола. Поскольку у нас с вами даны количество веществ, значит, мы знаем, что у нас стирола образовалось 90 грамм на самом деле, но мы не знаем, из какого количества полистирола образовалось это, прошло образование стирола. Значит, если бы мы с вами записывали, да, выражение для молярной массы, мы бы получили с вами такое вот выражение. То есть масса одного моля в случае полистирола будет 104 N, 104, потому что это масса мономера, ну, а со стиролом тут все абсолютно очевидно. То есть у нас пропорции будут соблюдаться. А дальше посчитать дело техники просто через пропорцию. То есть мы с вами для того, чтобы определить, какое количество у нас полистирола может дать такое количество его мономера, его производного, значит, мы с вами можем посчитать вот таким вот образом. Значит, у нас есть количество стирола, которое выделилось, мы получили с вами уравнение. Ну, и если мы с вами его решим, то мы с вами получим, что у нас вот это X будет 90 грамм. Но мы с вами помним, то есть получается, что по уравнению реакции из 90 грамм полистирола может образоваться из 90 грамм полистирола. Но мы же с вами помним о том, что у нас оговаривается, что в исходной пластмассе содержится стирола 90%. Значит, фактически мы с вами должны пересчитать массу и определить просто содержание примесей. Значит, мы с вами получаем, что, отвечая на вопрос задачи, что у нас массовая доля полистирола в этой пластмассе будет 90%. Поскольку по условию у нас оговаривалось о том, что и 90 грамм стирола образовалось из 100 грамм пластмассы. Значит, нам просто нужно было найти массовую долю чистого полимера в этой пластмассе. Что мы, собственно говоря, с вами и сделали. Значит, по реакции мы посчитали теоретический выход, а потом пересчитали, значит, сколько действительно содержания в образце.